Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу. У нас новая часть, куда пропадают стримеры линейки. У нас на связи Вайт, Сергей. Можешь представиться, в очередной раз рассказать о себе буквально вкратце пару слов, кто ты, чем ты занимаешься и почему ты в нашем ролике. Всем привет. Ну, кто я, уже тяжело говорить, потому что отнести меня к полноценному стримеру линейки уже тяжеловато. Но ты им был. Линейки почти не осталось, да. Но я был стримером линейки долгое время, с 2014 года на Твиче. Можно взять там еще раннее время, когда была радиостанция ГРНДФМ. Но это уже старички помнят, с 2009 года мы уже стримили что-то. То есть, да, с линейкой я связан очень давно. И вся моя деятельность, медиа-деятельность, она началась еще 10 лет назад, получается. Слушай, по-моему, 27 октября у меня первый ролик 2009 года вышел на моем YouTube-канале, который я сейчас и развиваю. Если я не ошибаюсь, вот прям можно 10 лет праздновать, я не знаю, когда выйдет этот ролик. Вот, я думаю, применительно в этих числах он и выйдет. А последний раз, последнее видео, которое ты выпустил, когда было? Именно на тему линейки? А, на тему линейки. Ну, если не рекламу? Да, если не рекламу брать, а вот просто, допустим, тебе захотелось записать ролик на тему линейки и погнали, то есть. А, чтобы еще я сам это сделал. Ну, да. Но у нас, у меня на канале просто же не я один, кто выпускал какие-то ролики. Если брать по линейке, по-моему, там даже он без рекламы, ну, совершенно без рекламы, был 8 месяцев назад. Чисто мой ролик, я не знаю, это надо смотреть. Ну, то есть, достаточно давно ты уже забил, но, тем не менее, все более-менее понимают, что ты где-то чем-то занимаешься, чем-то тусуешься. Расскажи чуть более подробно, вот сейчас твое главное задание, твое главное занятие, чем ты занимаешься? То есть, ты продвигаешь какой-то проект, либо ты занимаешься стримами. Я знаю, что с сегодняшнего дня, то есть, ребята, это, наверное, чтобы они понимали, это четверг, когда мы записываем этот ролик, но вы его увидите уже через некоторое время. Ты хочешь постримить Lost Ark. Чем тебе зацепила эта игрушка, и почему именно туда? Ну, во-первых, не очень много у нас вариантов, куда можно пойти. Во-вторых, я пробовал играть многие мамошки, тот же ArcheAge, BDO, все остальное, оно вообще не заходит. Приходишь в эту игру, сидишь один день и такой, ну, нет, это не мое. Не то, что игра плохая, ну, просто не мое. Но в то же время, когда там Diablo 3 вышла в 2012 году, и с 2019 года иногда я поигрывал в третью Diablo, причем поигрывал на серьезном уровне, там даже в топах каких-то был. И я понимаю то, что вот этот жанр, вот эта стилистика, ну, мне она нравится. Lost Ark, он приблизительно как Diablo. Но ММОшка. Да, пытаются подсоединироваться, что это не так, но мне кажется, что вот с Diablo и ММО, это сочетание, оно классное. Не знаю, что ждать от Lost Ark, пока что он неплохой, в нем достаточно много контента, и обещается в будущем, ну, почему бы не попробовать. На Корее ты не смотрел эту игру? Да, конечно, смотрел, у нас ролики с Кореи, это, который в этот ролик у меня выходит, это не то, что мы там откуда-то взяли видео, это мы сами снимали. То есть, да, на Корее мы немного пробовали, но это все равно, пробовать одно, а вот поиграть другое. То есть, через месяц, может быть, я скажу, что нет, я разочарован, тем более у нас скоро BlizzCon, нужно не забывать, возможно, будет Diablo 4. Ну, не факт, но возможно, да? Ну, за анонс этого, скорее всего. Если будет 4-ая Diablo, вряд ли же она будет такой же, как 3-я. Скорее всего, ну, должны, должны сделать, не знаю, ММОшка из 4-ой Diablo, если это будет от Blizz'ов, ну, по-моему, очевидно. Ну, по типу Лу Старка. Возможно, да. Но Blizz'а мне нравится больше, то есть, если будет альтернатива, особенно от Blizz'ов, 4-ой Diablo, я, возможно, перейду. То есть, здесь нет такого, что все, Лу Старк, я навсегда и так далее. Если игра будет классная, да, здорово. Если Diablo 4-ая будет лучше, то нет, я в Diablo 4-ую поеду. Да и тем более, если анонсирую 4-ую Diablo, когда она выйдет. Через год только, анонс сейчас выйдет через год или через два, мы успеем еще в Лу Старк поиграть. Других вариантов для себя я вот вообще не вижу. Никакие ММОшки мне не интересуют. Окей, давай больше про линейку. В какой момент у тебя уже прям совсем угас интерес к игре? То есть, я понимаю, что у тебя там последние ролики выходили больше на коммерческой основе. То есть, ну, заинтересованность была уже немного другая. А в какой именно момент тебе сама по себе игра надоела, разонравилась? То есть, ты уже играл, скажем так, либо через силу, либо за кэш? Ну, за кэш-то я играю с 2015 года. Ну, ты просто монетизируешь свое хобби. Но вот в какой момент тебе это хобби, сама по себе игра именно надоела? Да, сложно сказать. Я бы не сказал то, что мне сейчас надоело. Но тут нужно понимать, что зарабатывать тоже нужно. И я бы с удовольствием играл бы целыми сутками в линейку. Но, а как же, на что кушать тогда? Это очень здорово, когда твое любимое дело, оно может пересекаться с доходом, с работой. И это очень здорово. Я бы не сказал бы то, что мне линейка как-то прям сильно надоела. Я до сих пор хочу, в любом случае даже, не то, что до сих пор хочу. В любом случае, я от Олимпли за всех персонажей на хэфэ. Там небольшой список остался. В любом случае, я это сделаю. Сейчас стало немного сложнее с этим. То, что банят, банят стримы, банят ролики. Мне забанили рекламный ролик. Ну, когда забанили страйк, кинули. Я думаю, что все понимают, о чем мы говорим. И сейчас с рекламой прям вообще никак. Но поиграть в любом случае хочется. И видео по линейке у меня на канале еще будут. Да, не так часто. Но все равно будут. Ну, уже полностью без рекламы. Без рекламы серваков. Даже не буду говорить, где мы олимпим. И так далее. И, скорее всего, это все будут записи. Это будут непрямые трансляции. На самом деле, мне эту идею подкинули уже давно. В комментариях достаточно часто пишут. Илья, куда пропал Вайт? И так далее. То есть, многие люди вас просто потеряли. То есть, люди ждут ваших стримов. Действительно ждут ваших роликов. Но то ли не попадают на них. То ли просто-напросто вы делаете это реже. Ты следишь на данный момент как-то за новостями? Вот есть такое, что ты берешь и открываешь, например, новости новые. Либо читаешь комментарии. Что сейчас вообще в целом творится? И считаешь ли ты, что какое-то направление задано не очень хорошее? Развитие именно игры. Да нет. Развитие игры, она развивается. Всегда будут недовольны. Что бы ни происходило. Ну, такое случается. Всем не понравится. Некоторые же люди играют. Вот тот же самый про мейн-версию. Говорит, ты в мейн-версию нормально играл. И тебе окей. Я, допустим, в мейн-версию не могу играть. Но это не значит, что мейн-версия плохая. Вместо того, что я не могу играть. Кому-то это нравится. Я на это... Ну, мне это все равно. То есть, у нас был выбор. В любом случае, у нас были фришерды. Мы можем играть на фриш. Они и сейчас есть. И зачем ругаться на то, что тебе не нравится. Ну, не нравится — не играй. Не нравится Lost Ark — не играешь в Lost Ark. Не нравится то, что происходит на мейн-серваках — не играешь. И новый здесь вообще же никак не виноват. В любом случае, если говорить про NCSoft, NCSoft — они смотрят то, что происходит на корейских серваках. И русские серваки, во-первых, изначально им не очень много денег приносили. А, как показывает практика, то, что приносит больше денег, оно то лучше, быстрее будет развиваться. Мобильные игры стали приносить огромные деньги. Миллиарды за год, блин. Сто миллионов за десять дней, когда вторая линейка по всему миру за год 20 миллионов приносит. Ну, естественно, будет больше вложения именно в мобильную L2. — Слушай, вот смотри, а ты успел посмотреть, насколько я знаю, проект Essence? Понравился он тебе или нет? — Вообще не посмотрел, не успел. Даже не видел. Даже стрим я не смотрел. Даже не знаю, как она выглядит. Вот настолько все. — То есть ты завис где-то прямо на классике. Вот последние бунты ты не застал? — Нет, я слышал. Мне рассказывал Игорь Зонец, там что-то еще было. Я как ушел... Ну, не то, что ушел, а в марте. С февраля даже. С февраля я очень плотно подсел на Исландию с одним проектом. И я полностью выпал из жизни линейки и всего остального. Кстати, я ушел из линейки не из-за того, что мне линейка надоела. Не из-за того, что у меня сменился немножко вектор моей деятельности. — Расскажи про это подробнее. — А я сейчас его уже обратно сменил. Потому что изначально я думал, что у меня получится совмещать. А по итогу совмещать никак не получается. Я рад, что у меня был такой experience. Да, канал очень сильно просел, это видно по просмотрам. Если раньше меньше 10 тысяч просмотров у меня ролики не набирали. Если брать среднее количество просмотров, то 18 миллионов 500 роликов. Это 34 тысячи просмотров было в среднем. то сейчас еле-еле 5000, ну, правда, по Лофф Старку, не по линейке, но все равно. Канал сильно просел, это чувствуется. Это плохо, я не хотел, чтобы такое было. Я много раз говорил то, что канал на Ютубе — это чуть ли не вся моя жизнь. А если посмотреть по сроку, когда там первые ролики заливались, ну, реально, это большая часть моих... 10 лет. Твой дневник жизни. Оно же так и есть. И для меня он очень важен. И изначально, когда я думал и хотел как-то, чтобы это соединять, я думал, что у меня получится и стримить, и какой-то новый контент делать, и все остальное. А по итогу вышло, что заниматься двумя делами одновременно — это очень сложно. Просто по времени никак не получается нормально успевать. То есть сейчас тебя можно будет чаще увидеть в стриминге и видосах, я правильно понимаю? То есть ты можешь за анонси, чем вообще ближайший месяц-полтора ты будешь заниматься? То есть ты хочешь вернуться на YouTube? С первого сентября у меня ежедневно были стримы, вот, уже как бы полтора месяца, до страйка и новые. С новой мы пообщались, я сказал, каюсь, все, плохо. Ну, они во-первых смотрели мои стримы, и я изначально говорил то, что если меня забанят, то это будет справедливо, это их авторское право, это нормально, на их месте, может быть, я сделал то же самое. Ну, скорее всего, нет, потому что я бы думал немножко по-другому, но в целом они имеют на это право, и если меня забанят, я приму это, оно так и есть. То есть я сильно не удивился. И когда кинули мне второй страйк, здесь уже страшно становится. Ну, потому что там одно движение и все. Да, потому что там по Лу Старку вдруг мне страйк полетит, из-за чего-то, да, там чужое видео взял, а такое бывает. Ты, конечно, их оспариваешь, но когда третий страйк, через неделю удаляет твой канал, ты можешь не успеть оспаривать. Ну, короче, два страйка, это уже не очень хорошо. Это когда мы, блин, тем более я все равно перехожу сейчас на Лу Старк, с новой, у меня что-то там спорить смысла нет, но в любом случае они правы и не получится. И я просто написал Юра отделу, потом перевели меня на других людей, они сказали, ну, в принципе, мы тебя знаем, все окей, давай ты обещаешь не нарушать больше ничего, удалишь эти лишние ролики, говорю, да все окей, мне как бы параллельно. И я, собственно, удалил эти нарушающие ролики, мне сняли страйки, теперь я смогу вернуться к стримам обратно. Сегодня уже возвращаемся к стримам. Что тебе нравится больше? Именно стриминг, то есть производство видосов какого-то контента или игра Линейдж? То есть если бы тебе предложили выбрать или стриминг, или играть в линейку, что бы ты выбрал? Наверное, стримить. Хотя стримить, конечно, тоже устаешь, но стримить... Ну, просто играть не очень прикольно. Просто как раз вот смотри, получается, что ты достаточно спокойно отошел от линейки и такой, погнали в Lost Ark. И я сейчас понимаю, что ага, на Близконе за анонсо Diablo 4, она выйдет, погнали в Diablo 4. И ты как бы не теряешься, ты спокойно переходишь из проекта в проект. Ты понимаешь... Ну, не то что спокойно. Линейка, она много что для меня значило, но, блин, линейка, она почти полностью пройдена. В любом случае, несколько роликов еще по линейке будет. Делать ролики по линейке, это вообще одно удовольствие. Ну, стримить... Стримить мне просто сейчас интересно и Lost Ark, и Diablo 4. Я бы не стал стримить... Ну, до этого я не стал стримить. Там вроде был один стрим, но вот не зашло, вот не хочется. Такое же может быть и с Lost Ark. Может быть, вдруг я захожу и понимаю, ну, вообще не то. Ну, вот совсем не хочется. И кто знает. Сейчас говорить еще рано. Вот через пару неделек хотя бы, если две недели я буду прям плотно сидеть на этой игре, ну, тогда да, тогда уже можно делать какие-то выводы. Я понял. А история с Исландией у тебя сейчас на данный момент больше закончилась. То есть ты прям все. Ну, все, с Исландией мы пока что закончили. У меня было за этот год 17 перелетов. И как тебе? Вот смотри, ты резко поменял стриминг на перелеты, на вот такую движуху. То есть ты резко поменял жизнь. Дало ли тебе это какое-то, знаешь, такое желание дальше жить, больше снимать роликов и так далее. То есть вот эта смена обстановки. В прошлом году у меня перелетов было меньше, но в прошлом году я посетил 13 стран различных. То есть 13 стран за год это, ну, наверное, многовато. Не каждый посещает и 3 страны за год. В этом году у меня все в перелетах было. Я в этом году в Европе жил больше, чем в России. И это хороший экспириенс. То есть, ну, тоже такое не каждый день удастся. С учетом еще и цены Сландии и всего остального. Я рад, что у меня такое получается. Я рад, что у меня была такая работа. Те же самые 17 перелетов, ну, численный перелет, это безумные деньги. И то, что была такая возможность, ну, я доволен. И надеюсь, что все получится сейчас восстановить, потому что YouTube сам, не то, что там аудитория или что-то еще, YouTube сам, он хуже котирует эти ролики, которые выходят на канале, на котором долго не было никакой активности, на этом многие жаловались. Ну, куча блогеров, там даже примеры не нужно проводить. Когда у чувака было 3-4 миллиона там на каждый влог, а через 3 года у него на влог собирается 50-чик просмотров, хотя особо ничего не изменилось. Да, я знаю. И тут нельзя говорить, что... Да, есть даже не про то, что потеряли интерес к этой персоне. Да нет, интерес, наоборот, растет только. Ну, вот и сам YouTube в том числе немного плохо продвигает такие видосы. Не знаю, посмотрим. Мне интересно, что будет. Пока что с финансовой точки зрения вроде как у меня все неплохо прожить. Есть на что. Не нужно думать, как заработать на хлеб. Это самая большая проблема, когда ты не можешь пойти стримить Lost Ark, потому что ты скован, да? Например, той же линейкой. Тебе нужно стримить линейку, чтобы жить. Все, это плохо. Ты уже ничего не можешь делать. Я могу экспериментировать. У меня есть такая возможность. Ближайшие... Ну, не знаю, насколько там можно жить, если некоторые люди живут на 15 тысяч в месяц. Ну, тогда еще лет 10 я могу экспериментировать. Все нормально будет. Ничего страшного не произойдет. Вот, потом машину продам. Еще 10 лет мы с вами будем стримить. Так что... Ну, то есть ты полный позитива. Ну, и, возможно, я бы не был так позитивно настроен, потому что иногда ты задумываешься и такой оп-она, я отказался от всего дохода, который у меня был. А доходы-то были хорошие. То есть я от работы с Исландией безумно большие доходы были. От линейки я вообще молчу. То есть когда ты зарабатываешь там N сумму какую-то, а в следующий месяц ты зарабатываешь ну, вот реально в 100 раз меньше. Это не преувеличение. Вот реально доход у меня стал в 100 раз меньше. И ты такой, блин, нифига себе, это получается, мне сейчас нужно... И раньше я займемся, зарабатывал столько, сколько сейчас заработаю за 6 лет. Ну, вот серьезно, она так сейчас в ухо. А, ЛАЕ, хрен с ним. А то сейчас интересно, получается что-то новенькое, какая-то дежуха происходит. Ну, зато сейчас после вот этой речи люди точно могут сказать, что ты не продался мейлу. Да, мейлу-то вообще... У меня ни одной ссылки нет на мейлов. Я вот, я не знаю, у меня сейчас реклама биржи магазина, да, в роликах по Ластарку. Хотя мейл официально сказали то, что все, кто рекламирует там биржу не Адена, золото и всего остального, они не будут с ними сотрудничать. А у меня не вышло, я вот у тебя спрашивал контакт человека, через кого мне можно хотя бы хоть что-то, хотя бы дайте мне набор за 700 рублей. Нет, все наборы я покупал сам, никто не вышел. Вру, вчера вышли и сказали то, что после ОБТ, после ОБТ, когда ОБТ-то закончится через год, у нас меняется наше сотрудничество с креаторами, и там, возможно, будет что-то интересное. Но, интересно, что там, будут выдавать ПАшку на месяц или что-то еще? Ну, короче, денег, никаких от мейлов я вообще не получил. Хотя, блин, у меня столько знакомых, казалось бы, в мейле. Но вот прям вот вообще пусто. Или поздно я схватился, или про меня уже все забыли, или я уже никому не нужен. Всякое может быть. Если однажды появится пиратким Лос-Тарка, ты пойдешь туда играть? За деньги-то? Пиратки Лос-Тарка? Ну, это странно. Да, мейлы же не иного, в мейлы сразу начнут банить. Так что нет, вряд ли. Смотри, сейчас чуть больше еще про линейку. Мне интересно, как ты считаешь, сейчас вообще у стриминга Ла-2 и делания контента есть какое-то будущее? То есть есть огромное количество новичков, которые хотят прийти и начать стримить или снимать видосы по линейке. Как ты считаешь, есть ли у них вообще серьезно будущее? Или это все уже провал, и сделать в этом разделе нечего? Не, ну смотри, какое бы ты будущее хочешь. По Офу 10 тысяч подписчиков ты получишь в любом случае. Но на что ты рассчитываешь? Ты хочешь этим зарабатывать? Ну, опять-таки, сколько ты хочешь зарабатывать? У меня... Я Ютубом год не занимался. И я такой захожу вот сегодня в статистику. Ну, жалко-то я тебе не могу это показать. Ну, короче, у меня не выходил ни один ролик вот в течение там 8 месяцев. Но каждый месяц себе по 10 тысяч рублей капает с Ютуба. Из-за того, что ты раньше наработал. То есть я вот реально, я 8 месяцев Ютуба не притрагиваюсь, захожу, у меня 80 тысяч. Я такой, о, неплохо. То есть, ну, 10 тысяч в месяц Ютуб приносит... Чисто с просмотра. ...если ты не делаешь ничего. Да, ты тупо, если ничего не делаешь. Ну, и вон тот... Вон тот же Вон, когда показывал статистику, ну, случайно спалил свою статистику своего канала, его же там три страйка кинули, у него ежемесячный доход тысячу долларов с просмотров. То есть без рекламы, без всего, тысячу долларов чисто за просмотр накапывало. То есть, ну, 65 тысяч по линейке с просмотров. Ну, в основном, это весь доход, у нас все понимают. Или серваки рекламируют, там просто безумные цифры. Блин, я иногда удивляюсь этим контрактам. Я не топовый стример уже, и ты смотришь на топовых стримеров, и там такой контракт на неделю, 100 тысяч за неделю игры, ну, ни хрена себе, к чему линейка пришла. То есть, да, на офис такого не будет, но иного сотрудничает сейчас на коммерческой основе с кем угодно. Есть классная площадка Админтад, вроде как-то так называется, и там за каждую регистрацию платят 200 рублей. То есть, если зарегистрироваться по твоей ссылке, 200 рублей ты получаешь. Многие сидят, тот же там уроков боя, знаю, сидит на вот этой партнерке. Я какое-то время сидел на этой партнерке. Занзик даже вот выпустил «Затащит или нет?» с Офа. И там просто мы очень удивились, какая сумма пришла. Там за один ролик прикапало, там, тысяч 30, что ли, за ролик было регистрацией. Ну, короче, можно работать, просто у всех разные аппетиты. Для кого-то 10 тысяч в месяц линейки с того дела, которое тебе нравится. Это же круто. Почему я начал заниматься Ютубом в свое время, тогда у меня стало сложно с деньгами, очень много ушло на определенные события, и мне просто нужно было чем-то заняться. Я даже про деньги не думал. Я такой выпускаю ролик, и у меня за ролик приходит там доллар с небольшим. Я такой, вау, доллар? Серьезно? Мне это нравится, я этим говорю, я готов деньги платить за это. А мне доллар приходит. И все. Вот мне просто вот снесло к башню, я такой, да, это же идеально. Я могу заниматься своим любимым делом и получать за это доходы. Почему бы нет? И я начал делать ролики каждые два дня. Это было не очень... Это было очень хорошо для развития канала, но это было очень плохо для всех, кто меня окружал, потому что это самое важное. То есть, каждые два ролика, ой, каждые два дня я должен выпускать ролик. Я просто помню этот момент. 8 ноября, день рождения моей девушки, а мне ролик нужно делать. Ну, короче, да, она тогда обиделась. Ну, да, это плохо. Должны быть всегда приоритеты. Ну, это, блин, я был молодой, 2004 год. И, ну, как, ну, блин, ну, я должен, ну, как, ну, я должен это делать. С одной стороны, конечно, может быть, и девушка должна была принять, что я сейчас этим сильно горю, и по итогу это может вылиться в что-то очень хорошее. Ну, так оно и получилось. И я потом ее на стриму подсадил. Но это уже после, да? И попробуй объяснить девушке в момент дня рождения, когда всем, чем ты занимаешься, это какое-то говно, непонятно для чего, что это вообще такое. Тогда про это меня никто не знал. Вот. И попробуй объяснить, что это и зачем это. Вот. Но были такие моменты, что это прям очень много дало энтузиазма. если бы я начал бы этим заниматься активно в 2009-2010, когда мы занимались за Гринд.фм, я тогда что-то тоже пытался это делать, у меня тоже там какие-то первые ролики выходили с 2009 года, но можно было бы немного по-другому. Тогда я тоже неплохо зарабатывал тоже по линейке, была своя компания по драйверам. У нас вообще какие-то разговоры ушли в непонятное русло. Это нормально. Вот, там, по драйверам все считали то, что я топовый донатер, миллионер, и ко мне обращались те же самые миллионеры-депутаты. У нас была даже ситуация, когда депутат чувака вывез в лес. Да, я слышал недавно эту историю. От кого ты успел это услышать, эта история? Был разговор, ну ладно, потом вне этого видоса расскажу. Ты знаешь, что у депутата, значит. Нет. Ну, в общем, были такие знакомые, блин, я вот сейчас, я вот как вспомню вот эту ситуацию. Ну, короче, блин, что-то меня прям понесло. Ко мне обращались все барыги, потому что они знают то, что я это куплю, куплю сразу, без всяких там фигни всякой, они передают мне вещь, я привожу им сразу деньги. Вот так прям просто было. У меня просто был какой-то лимит денег, достаточно большой лимит денег был уже на тот момент. И я эту вещь мог сразу же продать. Я помню, просто был случай, когда я купил Валакаса за 60 тысяч, и сразу же вот час не проходит, продал за 120 тысяч. А это 2009 год. Или 10. Ну, что-то такого. Тогда разница в 60 тысяч, это было не то, что сейчас. Хотя сейчас, блин, сейчас, 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 две зарплаты в провинции и алло. 60 тысяч сейчас даже, за час, это очень хороший доход. Тогда, тогда это было 2000, там, больше, чем 2000, 2400 долларов это было примерно. 27 рублей доллар стоил. То есть, это как в наши деньги, 150 тысяч, это такое, типа, 150 тысяч за час. Вот такие были сделки. Слушай, а если бы не финансовая составляющая всего этого, ты бы стал этим заниматься или нет? С чем именно? Борожить? Нет, линейкой, ютубом и так далее. То есть, если бы это вообще не приносило денег. Ютуб ничего вначале не приносил денег вообще. То есть, я начал заниматься ютубом без денег. На Green.FM, чтобы работать, нужно было платить деньги. На Green.FM простое собеседование, что умеешь, все дела, и сколько ты готов платить за свою работу. Сколько тебе будет платить, сколько ты готов платить. Такие, ну не знаю, там у меня есть 5 тысяч рублей. Ну 5 тысяч мало. Ну пожалуйста, я попробую 6 тысяч вам платить. То есть, у нас столько было. Подожди, то есть Green.FM, это знаешь, даже для днельного ролика, то есть, чтобы реально там работать, нужно было платить деньги? Да, мы платили за то, что за возможность вести радио и стримить, нужен был канал выделенный. То есть, не было никаких твичей, все остальное. Мы же самым первым стримом запустили в СНГ. Никто не стримил. А был тогда SK2TV, они заливали воды. То есть, не было понятия стриминга. То есть, ты записываешь ролик, комментируешь его, ну обычный стрим, но на запись, да, потом ты заливаешь. Я даже не знаю, сейчас есть понятие водов вообще. Есть еще до сих пор, по Старкрафту в основном. Вот. И да, это была норма. Мы смогли запустить поток. Это было 144p качество, это был маленький экранчик, но это что-то, прокинь, телевидение в 2009 год, это все. Мы были реально первые. Потом уже появилась Aona 3D, немного позже, это все сложно работало. Потом SK2TV разрешили стримить, но стримить не как сейчас, когда ты подаешь заявку, ее рассматривать, смотрит на твою перспективу и возможно тебе разрешает стримить. было очень жестко в то время стримами. Ну и короче, за выделенный канал, да, нужно было платить, и вот не могу вспомнить, то ли 2 или 4 тысячи, наверное, 2 тысячи долларов. Наверное, 2 тысячи долларов в месяц мы должны были платить. А мы тогда же, мы все мелкие были. Как его, TanaTOS был, TanaTOS было вообще 16 лет, мне было 19 лет, примерно, Zanzico было там 24 года. Ну, откуда деньги? Благо, потом появилась Goha. Goha взяла спонсирование на себя, ну, потом, конечно, она отжала у нас радиостанцию, все остальное. Ну, там был просто момент, когда к нам пришли и сказали, что давайте мы у вас покупаем радиостанцию на 100 тысяч долларов, на 100 тысяч долларов, прикинь, на тот момент. Вот. Или, или, или такие, ну, или 50 тысяч долларов, я не буду, наверное, говорить о компанию, какую, какая я хотела купить, но это одна очень популярная компания с продажей Адены, вы все ее знаете, сейчас она называется по-другому, но не будем говорить точно как. Или 50 тысяч долларов, но остается полностью ваша команда, вы делаете все, что хотите, просто мы начинаем заниматься рекламой. Даже, возможно, нам зарплату будем платить, и мы такие, опа, там и зарплата, зарплата появится, нифига себе, ну вот, и еще 50 тысяч баксов. Ну, сейчас, сейчас 50 тысяч баксов, это, конечно, да нет, все равно, это где квартиры за кадром, да, образом говоря. Ну, это очень хорошие деньги, да. И, и мы такие, ну окей, надо, наверное, что-то делать, а Гоха так и нет, ну типа, ну что, тогда давайте, закрывайте перед нами. Ну, короче, там была такая ситуация, прикольная, вот, но без Гохи все равно мы не смогли бы ввести радиостанцию, потому что денег у нас тупо не было, рекламу было продавать тяжело, мы там продавали несколько раз рекламу, ну уже после того, как Гоха нас проспансировал, целый год, наверное. Слушай, ну очень мало кто это знает, на самом деле, я ни разу не слышал, чтобы где-то в сети это обсуждалось. Ну, потому что, а как только кто, кому обсуждать, Митек, Занзи, и я, Занзи давно ушел, Митек давно в Майлах работает, ну я вот один такой, кто вот с тех времен еще что-то помнит, еще жив остался, не умер. Слушай, как ты считаешь, ты вернулся бы вообще в стриминг линейки, что для этого должно произойти? То есть Lost Ark, Lost Ark, понятно, популярный проект, но в целом... Если иного закроют глаза на стримы пираток, я вернусь на стримы линейки явно. А стрим-оффы? А стрим-оффы, ну во-первых, это не очень выгодно, во-вторых, все-таки возможно ради интереса попробовать еще, и если сейчас мне Lost Ark не зайдет, и выбора у меня ни от кого нет, потому что пиратки стримить нельзя, линейка мне нравится, возможно, на офф я, конечно, схожу. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится, потому что я уверен, что можно и какие-то даже и с этого деньги зарабатывать, главное, чтобы был интерес, потому что если ты стримишь, ты говоришь, блин, ну что за фигня, быстрее бы закончить, ну ты здесь долго не продержишься. Здесь многие говорят, что да вы только из-за денег стримите, да не получится чисто из-за денег стримить, ну вот сколько ни плати, если тебя тошнит от игры, ты не знаю, что бы тебе ни делали, ты уже сдохнуть будешь хотеть, а не стримить. Деньги они не настолько сильно решают, они могут решать в начале. Ну а не стартовый мотиватор. Это хороший мотиватор, да, у тебя энтузиазм появляется, ты даже первые стримы по любому говну будешь делать, такой, вау, ничего себе, какая классная игра, да я тащусь, это самая лучшая игра. Ну я как вспоминаю Альбион, ну мне Альбион реально понравился, но я не отрицаю того факта, что возможно он мне настолько сильно понравился, потому что там еще и неплохо платили. И ты такой, ну во-первых, вот у тебя есть интерес к этой игре, ну реально, вот как у меня сейчас Коу Старкова, в Альбионе там была, ну графика типа не очень, но... Ну хорошая песочница. Да, и ты такой, у тебя есть энтузиазм, изначально ты хочешь в нее поиграть, тебе заплатили деньги, и у тебя он прибавляется. Не то, что вы мне не купили, просто у тебя настроение лучше, у тебя все хорошо, тебе заплатили за игру, за которую ты хочешь играть. Вот мне сейчас хочется в Лос-Старк играть. Это самая лучшая реклама на самом деле, когда то, чем ты занимаешься, тебе еще за это и платят. И тебе это нравится. Я сейчас уверен, что первое впечатление о Лос-Старке, оно будет классное. Но если бы мне сейчас еще бы заплатили бы деньги за Лос-Старк, да я бы... Ты что? Это вообще самая лучшая игра. И оно само так вырывается. Это же... Часто у человека такое бывает, чем у тебя лучше настроение, тем лучше ты воспринимаешь новый продукт. Если ты приходишь такой пессимистично настроен, у тебя все плохо, тебе какую-то фигню показывают, что это с гав... Не нравится мне это. Не хочу. Что это за камера у айфона торчит такая? Ну, хреново. А когда ты идешь с приподнятым настроением, вот торговые центры же они так и работают. Ты идешь, у тебя все прикольно, все красиво, там телефончик, интересно посмотреть. Ты начинаешь смотреть все как херню, которую ни в жизни бы не посмотрел бы. И впечатление у тебя другое. И если знать все эти моменты, можно неплохо продавать продукт любому человеку. Слушай, смотри, есть такое понятие, как реклама. То есть ты продаешь рекламу, ты рекламишь тот или иной проект. Но считаешь ли ты, что блогеры на 100% делают только доброе дело для игр? Потому что зачастую блогеры очень часто пиарятся на том, что засирают тот или иной проект. То есть блогер, любой как человек, лидер того или иного мнения, той или иной аудитории, он зачастую может и подзасрать проект очень, не слабо. Считаешь ли ты, что вот это засирание проекта, оно гораздо серьезнее, чем реклама проекта? Сложно сказать. Но вообще людям нравится, когда засирают. Это мейнстрим. Потому что, если ты говоришь, что все очень круто, то ты продался. Если ты говоришь, что все плохо, ты честный и классный чувак. Иногда бывают исключения, когда ты пытаешься что-то засрать, но тебя заговнет очень сильно. Та же Нинтендо в линейке, это Астериус. Скажешь, что-то плохое про Астериус, тебя засрут прям кардинально. То есть есть такие некоторые исключения. Почему, не знаю. Возможно, как-то именно работали. Или там фанаты просто недалекие. То есть они не готовы рассматривать критику никакое. Ну, правда, и засирание бывает разное. Бывает то, что реально критикуют за все там, за какие-то проблемы. Бывает, просто засирают. А как сильно это влияет? Да, сложно сказать. Иногда, конечно, засирание прям очень сильно все подпарчивает, но не всегда. Но вот, я просто беру пример тот же Тиньков. В свое время на Ютубе его засирали так, то что казалось, ну все, конец пришел компании, ну типа, как они выкрутятся. Да нет, прошло время, всем пофигу. Если продукт выпускают нормальный, с ним сложно придраться именно к продукту, говорить то, что, ой, боже, они кредиты всем выдают. То не бери, это же твое. Ну я не знаю, ну как можно ругаться на то, что они кредиты всем попало выдают. Ну человек сам пришел за этим кредитом, и здесь надо уже к человеку обращаться, чем он думал. Не знаю, ну вот, все нормально с Тиньковым, уже все окей к ним относится. Могут, да, так говорить, да, это зашквар, но у самих будет карточка Тинькова, образно говоря. То есть, как бы ты не засирал продукт, если он реально классный, то в него будут играть. Ну, что бы ты там не говорил про, ну я не знаю, не могу пример привести какой-то, WoW, ну да, тот же WoW, ну что там, пуча народа играет, хотя засирали WoW многократно, и за графику. Ну, хотя нет, график там окей, но люди говорят, ну что графика гавана, хотя там стилистика просто гавана. Хотя, для кого гавана, эта стилистика нравится, а что фэнтези мне, зачем мне реалистичнее? Ну, вот такое, проходит там куча холиваров, куча срачи было, но как WoW играли, так и WoW играют. Куча народа. Окей. Слушай, давай немножко в другое русло, и будем постепенно заканчивать. В какое время ты сейчас будешь стримить? То есть, когда тебя можно будет найти, где тебя можно будет найти, YouTube и Twitch, в какое время Lost Ark ты будешь стримить, и за кого ты собираешься вообще играть? И почему? Начну стримить сегодня в три, потому что старт в три, ну, как бы логично все. Вообще, тяжело сейчас предположить, я вот сегодня, последний день в этой квартире, которую мы снимаем, я с этой квартиры съезжаю, надеюсь, сегодня, сегодня уже получится съехать. Но когда люди увидят этот ролик, ты уже, наверное, переехал в новую квартиру. Да, я надеюсь, что все окей, плюс мне еще в одной квартире нужно делать ремонт, который уже затягивается на пипец сколько времени, и тут мне придется совмещать, потому что, короче, у меня есть много планов, мне нужно доделать вещи в Твери, плюс, скорее всего, я сейчас перееду на какое-то время в Москву, когда делаю ремонт здесь. Ну, короче, планов очень много, их нужно все реализовывать, и вот Лос-Тарк, оно не вовремя, вот серьезно, дайте мне еще один месяц, и я настолько был бы счастлив. Мне вот реально одного месяца не хватило, чтобы решить все проблемы, а тут продажи машины, ремонт квартиры, покупка квартиры, переезд в Твери, плюс переезд в Москву через пару месяцев, и ты такой, боже, когда мне всем этим заниматься? А тут как бы Лос-Тарк выходит, который хочется поиграть, а ее надо бы еще и постримить, все это нужно и рабочее место. Ну, короче, проблем куча с этим. Ну, так что по времени... Плюс-минус каждый день хотя бы. Каждый день, да, и скорее всего стримы будут не меньше, чем 4 часа, то есть в какой момент вы бы не зашли, у вас есть высокая вероятность, 17% то, что вы попадете на мой стрим. То есть раз в неделю, каждый день заходя в рандомное время на мои стримы, вы их обнаружите. Ну вот, вообще они будут на Ютубе и будут на Твиче, на Твиче у меня не было месяцев 8, да, наверное. Посмотрим, что Твич, удивит ли он вообще. Собирали хотя бы 50 зрителей на Твиче, вот прям вот вообще не знаю. Это мне самому интересно, плюс до сих пор интересно, насколько, как много слова, интересно, насколько интересна людям игра. Ну, очень большой хайп вокруг этой игры, на самом деле, и очень большое количество просмотров будет у этой игры. Так что я тебя могу... Ну, тоже пока что я не вижу. То есть у меня канал, казалось бы, 40 тысяч подписчиков, но 5000 просмотров еле-еле ролики по Lost Ark набирают, хотя они реально, они классные, они не то, что вот мы там обсуждаем и воду польем, они информативные, они жестко информативные и полезные для людей, кто хочет там начать играть, им эти ролики полезны. Ты определился с классом? Да, я буду аватаром, он же монг, он же тирант. Один из лучших пвп-классов в игре, как я понимаю. Вот этого не знаю, я просто знаю то, что я уважал монаха в Диабола, а геймплей похож, вот почему бы не попробовать из-за него. Окей, есть еще какие-то от тебя, я не знаю, новости, пожелания для аудитории, которая посмотрит этот ролик? Потому что, ну, как минимум, я прикреплю все ссылки на тебя, инстаграм и так далее, где ты делаешь лайв-контент, все, что с этим связано. Инстаграм, да, подписывайтесь, очень классный инстаграм, красивый, пипец, безумно ухаженный. тяжело развивать. Ну, две с лишним тысячи подписчиков, 500 лайков собираем. Короче, подпишитесь на Вайды в инстаграмчике и на меня тоже не забудьте. А не было желания вообще перейти полностью на лайв-контент, ведь это круто заходит. И в целом заинтересованная аудитория маленькое количество людей, а там путешествия и так далее, это интересно в целом всем. У меня плохо заходил лайв-контент, хотя, блин, я на Твиче собрал с Исландии на стриме 200 человек, не знаю, каким образом, был прям очень активный стрим, но он один был, все остальные стримы уже собирали мало количества зрителей. Ну, не знаю, я сейчас достаточно много путешествую, не только по Европе, но и по России, по разным городам, даже в некоторых городах мне подписчики находили, удивительно, вот, но прям, чтобы делать полноценные стримы, ну, блин, это тяжело, ты едешь, такой отдыхаешься, круто запускать стримы, это надо вот с кем-то, вот, допустим, я представляю дуэт, допустим, я и Гекс, да, там Гекс стримит, я вожу, мы отдыхаем, все прикольно, но когда сам с кем-то, то есть ты сам едешь, сам все делаешь, сам стримишь, ну, мне не так интересно. Интерактив пропадает, короче. В какой-то команде было бы прикольнее, то есть там не обязательно Гекс, просто Гексом у нас уже был такой опыт в той же Исландии, ну, прикольно это все выходило. Самому, ну, хрен его знает. Ладно, понял, давай заканчивать, как раз таки, что ты хочешь сказать моей аудитории, что-нибудь можешь донести или передать им? Да, здесь сложно что-то донести, я не знаю, а что ты хочешь, чтобы я донес? Подписывайте, ставьте лайки, вот это вот все. Нет, это и так все знают, если вам нравится, вы лайкаете, если вам не нравится, вы не лайкаете, все очень просто. Если вам очень не нравится, то вы отписывайтесь, я не знаю, зачем сидеть, просто, опять, пример из моих видео, последнее там видео выходит по Лос-Тарку, и люди говорят, какой ужас, отписка, это невозможно смотреть, и в каждом ролике одно и то же, то есть чувак уже три ролика пытается отписаться, но не отписывается. Но зачем, зачем мучить себя? То же самое и с играми, вам не нравится, что делает Инова, не играйте на Инове, придете пробовать что-то новенькое, например, Лос-Тарк. Лос-Тарк вы не хотите, идти, потому что Майлы, ну окей, не идете в Лос-Тарк, идете в другую игру, я не знаю. Хотя вот здесь такой спорный момент, стоит ли не идти из-за Майлов, пробовать играть. Я думаю, то, что это будет отдельный ролик. Кстати, на моем канале, я думаю, то, что мы сейчас как раз-таки с Мастерчу запишем по поводу локализаторов, и насколько сильно это влияет на игры, и стоит ли из-за локализатора отказываться от игры. Да, так что ссылочка будет в этом ролике, где вы сможете, видимо, услышать мои мысли относительно всей этой ситуации. То есть, вышел ролик у меня на канале, ролик на канале у Вайда, видимо, выйдет чуть пораньше, но тем не менее, приятного просмотра, как говорится. Давай на этом будем заканчивать, ролик уже очень длинный, 44 минуты почти, что. Всем спасибо огромное. Ну ты там лишнего обрежешь. Да, там лишнего на самом деле нету. Все диалоги достаточно получились свежие и интересные, я думаю, что аудитория это зайдет. Ставь лайк, не забывай подписаться на канал, и да, там большущий розыгрыш, не забывайте, что я запустил, перед тем, как выпустил все эти 7 роликов, я запустил розыгрыш, поэтому не забудьте оставить... и написать хотя бы один комментарий. Рандомно разыграем сразу же после того, как выйдут эти 7 роликов, я разыграю для вас супер приз. Поэтому всем хорошего просмотра еще раз, и всем до новых встреч, пока-пока. Не забудьте подписаться на Вайда, не забудьте подписаться на меня, Инстаграм, Ютуб и Твичи и так далее. Пока-пока. Пока.